Каждый год в России пропадают полторы тысячи детей. Только представьте, это как будто исчезает одна большая современная школа. Страшные цифры. Череповецкие волонтеры объединились в группу после исчезновения Света Филюк. Создали отряд неравнодушных. Проблемы есть у всех, но есть же более важные проблемы. А дети это цветы жизни, как говорится. Поэтому для каждого это свое. Сейчас в отряде поисковиков 16 человек. Это так называемая группа быстрого реагирования. Они помогают полиции в поисках пропавших, сотрудничают с отделом подзлом несовершеннолетних. Есть в отряде люди, которые активного участия в поисках не принимают, но вместе с тем делают многое. Печатают и расклеивают листовки, опрашивают людей на улицах. Тут, понимаете, нет ненужных людей. Тут важна помощь каждого. Просто я считаю, что если каждый заинтересуется, если каждый будет активно наблюдать, я призываю к тому, чтобы мы активно наблюдали за окружающими. И тогда детей, конечно же, мы будем не терять. Срока давности для поиска детей нет, говорят волонтеры. Сейчас идут поиски мальчика, который пропал, когда ему было 7 лет. А сейчас 14. Но ни у кого даже нет мысли бросить поиски. Его не нашли живым, но и погибшим тоже не нашли. Значит, есть надежда. Мы, конечно, все очень переживаем за каждого ребенка. На самом деле у нас ребята некоторые даже бывает такое, что не могут спать. Также очень много бегунков. Это дети, которые сами уходят из дома. И когда мы их ищем, помогаем искать, то есть они после этого сами говорят, что мы не ожидали, что столько людей нас будет искать, что мы больше вообще никогда не убежим. Сейчас в нашей области в уголовный розыск объявлено трое детей. И, возможно, они ждут нашей помощи. Они все еще надеются, что их найдут. На этом стенде фотографии детей, которые пропали в России, но детей, которых ищут. А к этим шарам привязаны листовки с фотографиями и именами детей, которых искали, но, к сожалению, нашли погибшими. Среди них пятилетний Роберт Ванинов. Десятки шаров сейчас отправятся в небо с фотографиями тех, которых уже не найдут никогда. Но с большой мечтой, чтобы дети никогда не пропадали.